Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашем сегодняшнем вебинаре, который посвящен отчетности предпринимателей за третий квартал 2022 года. Мы благодарим вас за уделенное время. И для начала хочу обратить ваше внимание на контакты нашей компании, которые вы видите на заставке. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, если они возникнут у вас в ходе нашей встречи. Задавать вы можете их любым удобным для вас способом по электронной почте, по телефону, вы можете посетить сайт нашей компании, на котором достаточно много интересной информации. Вести нашу встречу буду я, консультант-аналитик Гардышева Галина. Мои контакты вы тоже видите на экране. Хочу сказать еще одну вещь, что если вдруг по какой-то причине вы не сможете досмотреть наш вебинар до конца или для вас неудобное время, то вы можете вернуться к просмотру немного позже. Мы выкладываем записи вебинаров на нашем сайте, так что приглашаем вас посетить его. Ну и соответственно, если у вас возникла необходимость оказать вам любую помощь в работе с конфигурациями семейства 1С. Как будет происходить наша сегодняшняя встреча? Нормативные материалы я вам буду показывать на слайдах. Кроме этого, мы будем переключаться на демо-версию. Сейчас я на нее переключусь. И соответственно, на демо-версии мы будем с вами, так сказать, руками вживую проводить некоторые операции, про которые я вам буду рассказывать в ходе нашей встречи. Сейчас я возвращаюсь к нашим слайдам. Итак, тема нашей встречи – отчетность. Программа вебинара вы видите сейчас отражена на экране. И мы с вами поговорим сначала про отличия, которые произошли в отчетности за третий квартал, про сроки сдачи отчетов, про особенности заполнения первого и второго раздела, которые немного были изменены в этом году. Поговорим о том, как заполнять кудир и какие в этом существуют, так сказать, сервисы в программе. Ну, естественно, поговорим про штрафы, которые тоже претерпели изменения в этом году. И какие настройки нужно будет проверить или сделать в ходе подготовки отчетности за 9 месяцев, которые у нас начнется с 1 октября. Поскольку очень много изменений было и законодательных, и в программу внесено, сразу хочу обратить ваше внимание вот на какую вещь. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу. И в демо-базе, так же, как и в любой рабочей базе, есть верхняя панель меню, в которой вот такая вот пиктограммка. По ней вы можете перейти в сведения о программе и посмотреть, какой релиз программы в настоящее время вы используете. Это очень важно, потому что с релиза 2.5.7 в ERP внесено достаточно много изменений, которые влияют и на расположение определенных сервисов, на компоновку. То есть функциональность сохранена в полном объеме, но немного по-другому. Скомпонованы разные разделы. Ну и, соответственно, внесены изменения, которые поддерживают изменения, внесенные в законодательство. Поэтому прежде чем приступать к подготовке отчетности, проверьте, пожалуйста, что у вас был установлен последний релиз, который, соответственно, содержит и новые формы, и поддерживает изменения в законодательстве. То есть проверить, что вы работаете в актуальной версии, вам не надо нигде искать дополнительные формы, бланки и так далее. Сейчас мы с вами снова переключаемся на наши слайды. И так, собственно говоря, приступаем. Поскольку у нас индивидуальные предприниматели могут использовать несколько режимов, то есть это может быть и общая система налогообложения, и упрощенная система налогообложения, и СНХ, то, соответственно, все, мы немножко коснемся всех этих систем налогообложения. На экране вы видите сроки, в которые должны быть предоставлены отчеты. Мы разместили сроки, которые касаются и уже произошедшей отчетности, то есть, например, декларация по УСН за 2021 год. Сдавали мы ее в начале этого года, то есть крайняя срок сдачи был с 4 мая 2022 года. При этом применялась уже новая форма декларации. Декларацию по УСН за 2022 год мы будем сдавать в 2023 году. И там тоже достаточно много изменений, которые связаны, ну, скажем так, с ключевыми изменениями, которые произошли за это время в нашем законодательстве. То есть, во-первых, это будет введение единого налогового платежа. Во-вторых, это будет введение автоматической упрощенной системы налогообложения АУСН. А во-вторых, в-третьих, вернее, прошу прощения, это будет объединение пенсионного фонда и соцстраха. То есть, соответственно, это все влечет за собой изменения и в формах отчетности, и в банках, и в адресатах получателей отчетности. А сейчас для нас за 9 месяцев актуально, ну, скажем так, на первом месте по актуальности стоит выбор и подтверждение режима налогообложения, который вы будете использовать в следующем году. Потому что подать декларацию, если, например, вы решили сменить упрощенку с доходов на доходы минус расходы, или, допустим, вы переходите на общий режим, потому что превышены показатели. Ну, то есть, при любых изменениях вы должны подать налоговую инспекцию уведомление о том, что вы меняете систему налогообложения. И сделать это необходимо до конца года, то есть до 31 декабря. Но, тем не менее, об этом стоит подумать уже сейчас, потому что у вас, если, например, холдинговая структура предприятия, то, естественно, нужно продумать последствия, которые будут уметь ваши действия. Сейчас, в октябре месяце, мы должны будем сдавать, в зависимости от режима вами выбранного, несколько документов, то есть несколько отчетов. Сейчас мы про них поговорим подробнее. Первое, на чем хочу остановить ваше внимание, это на том, что в этом году по упрощенке действует так называемый переходный период. Что это такое? Поскольку изменений в этом году было внесено достаточно много, то есть 9 достаточно ключевых, если можно так сказать, новшество вынесено, то, соответственно, был введен переходный период по УСН. То есть, если вы превысили по некоторым показателям лимиты, которые установлены на этот год, то вы можете воспользоваться этой возможностью, то есть применить переходный период и не слететь с упрощенки полностью, а заплатить повышенные налоги, но, тем не менее, сохранить режим упрощенной системы налогообложения. Соответственно, в этом случае вы будете платить вместо 6%, если это доходы, 8% и 20% вместо 15%, если это доходы минус расходы. Наступает возможность использовать переходный период, если по показателям доходы за 9 месяцев у вас находится в промежутке между 164,4 до 219,2 миллиона рублей. Если вы превысили 219,2, то, соответственно, вы теряете право на применение упрощенки. И также по численности, то есть если у вас за 9 месяцев средняя численность превысила 100 человек и находится в вилке от 100 до 130 человек, то вы сохраняете право применять упрощенку, но заплатите налог по переходной ставке, соответственно, по повышенной. Остаточная стоимость основных средств в этом случае значения не имеет, то есть лимит был 150 миллионов рублей. И, соответственно, если вы его превысили, то вы уже потеряли право на применение упрощенной системы налогообложения. То есть послабления даны только по лимитам на доходы и по численности. Какие доходы, какие сроки мы должны соблюдать? То есть вы видите на экране такую небольшую табличку, где указаны сроки. То есть сроки указаны с учетом положения, по которому, если день сдачи отчетности приходится на выходные или праздничные дни, то, соответственно, сдать отчет вы должны не позднее следующего рабочего дня. Ну, например, вот сведения по СЗВМ, срок сдачи 15 октября, что приходится на субботу. Соответственно, сдать мы должны это дело не позже понедельника, то есть 17 октября. Если у вас ИП на общем режиме или на ЕСНХ, и у вас есть наемные работники, то в этом случае перечень отчетности вы видите в первой колонке, то есть что вы должны сдать, и во второй вы видите сроки. Вот здесь у нас размещена подказка, что ЕСНХ на самом деле тоже предполагает отчетность по НДС, то есть старая норма, по которой предприниматели, которые применяют ЕСНХ, были освобождены от НДС, кроме таможенного, соответственно, с 2019 года прекратила свое действие. И на данный момент те, кто применяет ЕСНХ, должны также сдавать отчетность по НДС, ну и, соответственно, соблюдать правила учета, которые требуются для работы с НДС. Если у вас ИП применяет упрощенку любую, либо 6%, либо 15%, и применяет патент, или применяет патент, но при этом у вас есть наемные работники, то практически список отчетности абсолютно такой же, как и на общем режиме, за исключением декларации по НДС. То есть в основном, как вы видите, это зарплатные налоги, то есть если у вас есть наемные работники, то вы сдаете по ним в полном объеме зарплатную отчетность, а то, что касается отчетности по ОСН, то в этом случае вы сдаете ее раз в год, и за этот год отчетность должна быть предоставлена уже в следующем году. Про сроки мы тоже отдельно поговорим. Если у вас ИП находится на общем режиме или на сельхозналогии СНХ, но у вас нет наемных работников, то в этом случае вы сдаете только декларацию НДС. То есть, соответственно, таким предприятиям повезло немножко, то есть если нет наемных работников, то сдается декларация. Но на упрощенке, соответственно, не сдается ничего, кроме статистики, если вы попали в перечень предприятий, которые сдают по какому-то показателю статистику. Хочу на статистике остановиться немножко подробнее и напомнить вам, что с этого года статистика имеет право применять штрафы. Штрафы достаточно существенные, поэтому не забудьте зайти на сайт Росстата и по своему ИНМ проверить, какие формы отчетов вы должны сдавать в статистику, потому что штрафы достаточно крупные, мы про них поговорим немножко позже, в конце нашей встречи. Теперь, кто не будет сдавать отчетность с 2022 года? Сейчас, с 1 июля, запущен эксперимент по применению автоматизированной упрощенной системы налогообложения АУСН. Я про него уже обмолвилась несколько раньше. Применяться он начинает в четырех регионах Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. Перейти на нее смогли те предприятия, которые расположены в этом районе и, соответственно, подали заявление в начале года на переход на эту систему. Эта система АУСН рассчитана на малые и на микропредприятия, показателей у нее, соответственно, гораздо меньше. И кажется, она на первый взгляд очень привлекательной, но есть там достаточно много подводных камней, которые, к сожалению, нивелируют ее привлекательность. Итак, автоматизированная упрощенка будет применяться компаниями и индивидуальными предпринимателями с доходом не больше 60 миллионов рублей и численностью сотрудников не больше пяти человек. То есть рассчитана она, естественно, на малый и средний бизнес. При этом предприятия освобождаются от введения налоговой отчетности и отчетность за них будет делать налоговая инспекция самостоятельно. Поскольку сейчас работает, настроен прямой обмен информацией между ведомствами, то, соответственно, банки и другие органы передают сведения в налоговой инспекции и налоговая инспекция имеет возможность контролировать полностью доходы и, соответственно, расходы предприятий. Налоговым периодом в этом случае устанавливается календарный месяц и также, как и при обычной упрощенке, предприятие может само выбрать объект налогообложения доходы или доходы минус расходы. В остальном отчетность бухгалтеров, ну, естественно, поскольку бухгалтера в большем случае занимаются составлением отчетности, сводится к составлению зарплатной отчетности. И такую отчетность, ну, можно условно разделить на четыре категории. Соответственно, состав и в какие сроки сдается эта отчетность напрямую зависит от того, сколько работников имеет предприниматель. Как выглядят эти категории, вы видите на экране. То есть это фискальная отчетность, то есть отчетность в налоговую инспекцию. И в этом случае предприниматель выступает чаще всего как работодатель, поскольку у него есть наемные сотрудники. И мы говорим о том, что им начисляется заработная плата. На настоящий момент мы все еще сдаем отчетность в огнебюджетные фонды. Хотя, в общем-то, достаточно сильно сокращена такая отчетность. Практически присутствует всего несколько бланков, которые мы должны предоставлять в пенсионный фонд и в соц.страх. То есть это на самом деле сведения, которые касаются работы с электронными трудовыми книжками. Ну и, соответственно, в соц.страх мы сдаем сведения о несчастном страховании, как называют его. Статистические сведения – это то, о чем я уже говорила. То есть, соответственно, есть статистическая отчетность, которая проводится раз в пять лет. И есть статформы, которые мы сдаем либо ежеквартально, либо ежемесячно в зависимости от того, какой АКВЭТ вы применяете. И действий нет у вас в наемной работнике. Ну и существуют также еще иные сведения, которые мы должны предоставлять по индивидуальным запросам. Ну, чаще всего это запросы налоговых инспекций, когда, например, встречная проверка проводится. Ну, бывают, естественно, и другие варианты, когда запрашивают сведения, например, Росприроднадзор, трудовая инспекция, ну, как наиболее часто встречающиеся запросы и так далее. В этом году по заработной плате мы отчитываемся в налоговой инспекции, то есть, соответственно, это НДФЛ и страховые взносы. В пенсионку мы сдаем сведения по численности и стажу работников. И ФСС, соответственно, несчастные случаи и профзаболевания, то есть, отчисления на травматизм. Статистику, как я уже сказала, об уровне заработка по отраслям. Исключения для тех, кто может не применять, например, не подавать такую отчетность, не существует. То есть, по заработной плате отчитываются все работодатели без исключения. Хочу обратить ваше внимание, что на самом деле еще были внесены изменения и в кадровое дело производства, и, соответственно, появился новый отчет, сведения о застрахованном лице. Этот отчет появился с января этого года. И подавать его необходимо при трудоустройстве сотрудника, а также, если у него изменились какие-то сведения, которые он подавал раньше. Например, изменена фамилия или какие-то другие данные. За третий квартал этого года на пенсионное страхование мы отчитываемся также. То есть, по персонифицированному учету мы подаем сведения по каждому физлицу. Ставки у нас остались прежние в этом случае. Ну, если не имеется льгот, то это 22%. И если мы достигаем с вами предельной величины, 1 565 000 рублей на человека, то в этом случае ставка снижается и будет составлять 10%, а не 22%. Если ваша организация, ваш ЭП, например, относится к субъектам малого предпринимательства, то с 1 апреля этого года они платят взносы по ставке 10% как в пределах вот этой суммы, так и сверхпредельной базы. Ну, еще сниженную ставку могут применять в отношении отдельных категорий плательщиков. Ну, соответственно, в зависимости от АКВЭДа и масштаба их деятельности. Ставки в этом случае у нас остались прежние. То есть медстрах 5,1, а если ваше предприятие относится к малым и средним предпринимателям, то ставка будет 5%. Но здесь обратите внимание на такую тонкость. Прежде чем применять пониженные ставки, вам нужно проверить, включено ли ваше предприятие, ваше ЭП в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Если ваше предприятие туда не включено, значит, нужно принять действие, выяснить, почему вы туда не попали. И в этом случае, естественно, вы уже не сможете применять пониженные ставки. Взносы от несчастных случаев, то есть то, что мы сдаем в соцстрах, это единственные взносы, которые не регулируются налоговым кодексом. И зависят размеры тарифы страховых вносов от АКВЭД, который мы должны ежемесячно, извините, оговорилась, ежегодно подтверждать в соцстрах. Соответственно, она зависит от опасности, которую составляет работа на данном АКВЭДе. Ну, то есть группы профессионального риска. И вариации достаточно большие, потому что, например, чаще всего там розничная торговая или какие-то общественные работы могут иметь очень небольшие значения, например, 0,2% до 8,5% опасное производство. Но эти показатели тоже будут изменяться, поскольку у нас с нового года происходит объединение пенсионного фонда и соцстраха. И, соответственно, нужно уделить внимание именно этому моменту. У нас был вебинар, посвященный конкретно слиянию фондов. И материалы размещены на сайте, так что приглашаем вас посмотреть и проверить, что вам необходимо сделать для того, чтобы этот переход для вас произошел безболезненно. Следующий слайдик у нас, собственно, показывает, кроме вот этих изменений, у нас произошел, так сказать, переход на прямые выплаты. До этого года это был пилотный проект, который применялся в некоторых регионах. В этом году это уже обязательно для всех налогоплательщиков. И электронные и больничные диски в этом году оформляются только в электронном формате. Соответственно, форма 4СС тоже была изменена. И, собственно говоря, в ней больше нет таблиц по возмещению пособий ФСС. Потому что медицинские организации оформляют электронные больничные листки на общедоступном ресурсе. И путем межведомственного обмена эту информацию сразу получают и все заинтересованные службы. Еще одно новшество, на которое надо обратить внимание в новой форме, это, что средняя численность, по которой мы раньше сдавали отдельную справку, теперь отменена. И численность из лиц у нас указывается на титульном листе. Соответственно, при издаче каждого отчета. Также изменения коснулись таблиц 1.1 в форме 4 ФСС. И дополнены таблицы для страхователей, которые занимаются аутсорсингом. То есть сейчас таблица 1.1, ее заменила, вернее, извините, бывшая таблица 1.1, ее заменила таблица 2. А таблица 4, которая была в более ранних релизах, сейчас это таблица 5. То есть класс условий труда разделен на подклассы. Соответственно, обязательные листы, которые мы должны заполнить, это титульные таблицы 1 и таблицы 4. Если у вас по другим сведениям, которые указаны в других таблицах, нет показателей, то есть вы не применяли, не использовали, то, соответственно, эти таблицы заполнять не надо. Планировалось, что сдавать новую форму в ФСС будет необходимо уже с первого квартала этого года. Но поскольку публикация была задержана и опубликовали приказ только 31 мая, то, соответственно, изменился и срок предоставления этой отчетности. То есть уже за 9 месяцев мы должны это учитывать. Немножко сейчас пройдемся по изменениям, которые произошли в зарплатных, собственно, начислениях. И чтобы вы не пропустили изменения, если они произошли и в вашей организации. Напомню, что с 1 июля прошлого года было заменено пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. Раньше это была фиксированная сумма, которую устанавливало государство. И получали ее все без исключения, то есть независимо ни от среднедушевого дохода, ни от вида деятельности предприятия. С прошлого года это пособие заменено. Оно стало ежемесячным, а не единовременным, как было раньше. И получать его будут, к сожалению, не все, точнее уже получают. Не все будущие мамы, а будет учитываться средний душевой доход в семье. То есть если он будет выше прожиточного минимума в вашем регионе, то, соответственно, вы не будете его получать. Но зато пособие основательно увеличено. И теперь оно будет составлять половину прожиточного минимума для вашего региона на тот момент, когда беременная обратилась за получением такого пособия. Раньше это пособие составляло порядка 560 рублей, но, соответственно, даже половина среднего прожиточного минимума – это уже гораздо более существенная сумма, чем была предыдущая. Если период, когда должны будут происходить выплаты этого ежемесячного пособия, будет переходящим на следующий календарный год, то пособие пересчитают с 1 января, исходя из уже годного изменения минимального прожиточного минимума. Следующее изменение, которое тоже надо учитывать, это то, что появился новый социальный вычиск на физкультурно-оздоровительные услуги. То есть, если раньше это было лечение, обучение, приобретение дорогостоящих лекарственных средств и был установлен лимит 120 тысяч годовых, то сейчас, соответственно, в рамках того же лимита, то есть тех же 120 тысяч рублей, добавилась возможность учитывать оплату за занятия физкультурно-оздоровительными услугами. То есть, это и фитнес, и какие-то дополнительные спортивные мероприятия. Но, соответственно, естественно, нужно обращать внимание на то, чтобы предприятие, которое оказывает вашим сотрудникам такие услуги, было зарегистрировано в связи с федеральным законом 100-ФЗ и соответствовало требованиям, которые к этому предъявляются. Лимит остался тот же, но добавился перечень того, что в этот лимит можно добавить. Еще один интересный момент, это изменение уже 2022 года, что вступили в силу поправки в налоговый кодекс, по которому мы можем учитывать санаторно-курортные путевки не только для своих сотрудников, это имеется в виду налог на прибыль и условия освобождения от НДФЛ. С этого года, с 1 января, разрешается включать в расходы на оплату труда, простите внимание, расходы на оплату труда, не прочие расходы, не такие другие, а именно на оплату труда. Значит, расходы по организации туризма и отдыха на территории России, ну, соответственно, в этом случае должен быть договор между вашей организацией и тем, кто предоставляет вам такой туристический продукт. И, что самое основное, по санаторно-курортному лечению на территории Российской Федерации. При этом, не обязательно, чтобы эти расходы были, эти расходы производила какая-то сторонняя организация, там, туроператор или кто-то аналогичный. Вы можете компенсировать своим работникам как полную, так и частичную оплату этих услуг. Причем сюда включаются расходы на проживание и питание. И расширен перечень, кому мы можем компенсировать такой отдых. Ну, во-первых, своему работнику. Во-вторых, его супруге или супругу родителям, детям и подопечным до 18 лет. Или детям и бывшим подопечным в возрасте до 24 лет, если они обучаются на очной форме в каких-то учебных заведениях. Предоставить возможность приобретать путевки на сотрудника или компенсировать ему отдых вы можете один раз в год и при этом не более 50 тысяч рублей в совокупности за год на каждого из отдыхающих. При этом общая сумма затрат организации на путевки, страхование, оплату медуслуг и так далее не может быть выше 6% от фонда оплаты труда. В этом случае суммы, которые потрачены на такие услуги, НДФЛ не облагаются. Согласно пункту 9.217 статьи Налогового кодекса, освобождение распространяется и на работников и членов своих семей, детей до 18 или до 24 лет, обучающихся очно, на бывших работников, которые вышли на пенсию или по возрасту, или по инвалидности, ну и соответственно инвалидов, если у вас есть такие работники. От налогообложения НДФЛ освобождена полная или частичная компенсация оплаты стоимости путевок. В этом случае, обратите внимание, за исключением туристических. То есть освобождена оплата санаторно-курортной и оздоровительной организации, которые находятся опять же на территории Российской Федерации. То есть это может быть санаторий, это может быть какой-нибудь оздоровительный лагерь для ребенка, это может быть любая организация, которая подходит под эти критерии. Но напоминаю, один раз в год. То есть вы можете, например, человек пошел в отпуске в январе и феврале, вы ему приобрели путевку, он поехал отдыхать. И следующую, например, часть отпуска он использовал в октябре. Но в этом случае оплатить вы можете, но в состав затрат вы уже не включите эту сумму и, соответственно, она должна будет облагаться НДФЛ. Собственно, 6 НДФЛ – это тоже отчет, который претерпел изменения с прошлого года. То есть раньше мы подавали справки 2 НДФЛ на каждого сотрудника. Теперь справка 2 НДФЛ перестала быть самостоятельной и подается вместе с формой 6 НДФЛ по итогам года, то есть за четвертый квартал, по итогам четвертого квартала. И справки 2 НДФЛ идут как приложение к отчету декларации по 6 НДФЛ. Соответственно, получается, что НДФЛ мы сдаем 4 раза в год, то есть за каждый квартал. И до конца октября, за 9 месяцев этого года, мы должны будем подавать такую отчетность. Сама по себе справка 2 НДФЛ часто нужна сотрудникам, но в основном, когда это касается, например, получения кредитов, ипотечного кредитования, ну, то есть каких-либо кредитных продуктов, банки всегда запрашивали справку 2 НДФЛ. Сейчас такую справку вы можете дать работнику, но она немножечко изменена, то есть форма справки осталась прежней, но код, который мы указываем на титульном листе, стал немножко другой. То есть смысловая нагрузка и информация, которая присутствовала в справке 2 НДФЛ, осталась, но в связи с тем, что сейчас отчетная информация размещается на государственном ресурсе, то есть ГИБРО, государственная информация о бухгалтерской отчетности. И работник может сам проверить, какие сведения вы на него подавали. Ну, то есть эта информация доступна. Ну, и, соответственно, может попросить у вас, поскольку все-таки на общедоступном ресурсе она размещается с некоторым опозданием. В этом случае регламентируется, что она должна быть размещена по мере того, как ее обработают налоговые органы, но не позднее июля следующего года. То есть если, допустим, вот как сейчас, в сентябре, то работник может посмотреть свою заработную плату за прошлый год самостоятельно. Ну, если нет, то, соответственно, он может обратиться и к вам, и вы должны будете выдать ему справку 2 НДФЛ, но уже нового формата. Точнее, не нового формата, а с новым кодом. Правила заполнения 6, новая форма 6 НДФЛ, налоговая описывала в своем приказе. Также очень много информации на эту тему было во всех законодательных изданиях. И консультанты, и гаранты, главная книга, и главок. То есть на эту тему писали все. На что следует обратить внимание, что в этом случае в разделе 2 и в приложении номер 1 появилась новая строка сумма налога на прибыль организации, подлежащая зачету. Были добавлены новые коды приложения номер 1 и были изменены коды доходов и расходов. То есть 14.01 – это теперь доходы, которые получены от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества. 14.02 – это прочее недвижимое имущество. И 20.15 – это суточные, которые превышают 700 рублей в день за каждый день нахождения в служебной командировке на территории Российской Федерации. И были приняты новые коды социальных вычетов. 323 – это приобретение лекарственных препаратов и 324 – это медицинские услуги. То есть на это обратите внимание, потому что если вы предоставляли, например, сотруднику социальный вычет на лечение, то должны указать другие коды. с прошлого года 13% ставка применяется, если доход сотрудника был меньше или равен 5 миллионам рублей за год. Значит, если он будет больше, то ставка будет 650 тысяч рублей плюс 15% суммы превышения. В этом случае нужно будет заполнять раздельно разделы 1 и 2, соответственно, по каждой ставке и КБК у них будут разные. Обратите внимание. То есть, соответственно, если ставка будет 13%, то КБК у нас будет вот такой. Если 15%, то, соответственно, он будет другой. И вот здесь у нас залит еще одна собака, которая, так сказать, препятствует применению автоматической упрощенки. То есть автоматическая упрощенка АУСН не может применяться организациями, которые платят большие зарплаты, свыше 5 миллионов рублей в год, потому что они, соответственно, будут применять НДФЛ по ставке 15%. В этом случае автоматическую упрощенку они уже не будут иметь права со следующего года, например, применять. Еще одна тонкость есть по кодам, которые касаются предоставления сведений. Если, например, предприниматель или глава КФХ снимается с учета, то есть прекращает свою деятельность и в этом случае часто возникал вопрос, какой код он должен указать. Значит, указывается код 83, если это за первый квартал, 84, если за полугодие. И за 9 месяцев мы должны указать 85. И, соответственно, обратите внимание на коды по месту нахождения. То есть в большинстве случаев предприниматель должен указать код по месту жительства. Это у нас 120. Если же ИП сдает отчетность по месту деятельности, то есть, например, у него есть бизнес в его родном городе и в каких-то других городах, то вот в этом случае значит, он должен указывать для других городов код 320. Ну, а фермерские хозяйства, соответственно, должны указывать код 124. На эту тему есть очень хорошее пояснение, которое предоставляет консультант Плюс пробовая система. Соответственно, поподробнее можно у них почитать. Там описана и судебная практика, и, соответственно, даны пояснения и инструкции, как действовать при составлении отчетности. Ну, а теперь мы с вами поговорим о том, как это все отражается в программе 1С ERP. Мы сейчас с вами переключимся на демо-базу и посмотрим, как организована там работа для индивидуальных предпринимателей. Напомню, что кроме зарплатной отчетности мы должны формировать книгу учета доходов и расходов по УДИР. Ну, соответственно, формировать ее можно двумя способами. То есть, это может быть печатный вариант. В этом случае вы должны распечатывать, прошнуровывать и в соответствии с требованиями эту книгу должны хранить организации. И можете ввести ее в электронном формате. Мы сейчас посмотрим слайдик, то есть, это раздел, где мы можем посмотреть и поработать с книгой «Скудир». Хочу обратить ваше внимание на такой момент. То есть, сама по себе программа конфигурация 1СЕРП предназначена для учета в крупных предприятиях и позволяет ввести мультифирменный учет, то есть, у вас могут быть несколько юлист и организаций, и ИП, ну, соответственно, на разных системах налогообложения. То есть, предполагается, что в вашей компании есть несколько собственных юридических ИС, ну, и ИП. Потому что программа большая, дорогостоящая, очень удобная, но приобретать ее, например, для того, чтобы ввести одну ИП, несколько затратно. Но зато она очень комфортна и позволяет легко и просто составлять ну, и книги доходов и расходов и другие вещи. Сейчас мы переключаемся в демобазу. Это мы с вами смотрели в прошлый раз. Переключаемся на регламентный учет, регламентированный учет. И, соответственно, у нас здесь есть раздел специальные режимы налогообложения. Здесь есть две записи формирования кудир и записи кудира. Вроде бы похожие вещи, но это на самом деле разные функции имеют. Обратите внимание, что когда в каком-то подразделе выделен жирным шрифтом какой-то пункт, это значит, что мы попадаем либо в помощник, либо в общий журнал, в котором размещены все документы. Когда мы с вами переходим по ссылке формирования кудир, мы попадаем в помощник формирования отчетности при УСН и патентной системе налогообложения. На самом деле этот помощник очень комфортный, позволяет учесть все ошибки и проблемы, которые могут возникнуть при формировании книги. Ну и, соответственно, по ссылке можно перейти в взаимосвязанные разделы и проверить, все ли у вас там благополучно. Обратите внимание вот на эту кнопочку «Скрыть пояснение к этапам» или есть в этом случае сокращается меню и остаются в основном только ссылки. Или показать пояснение по этим этапам. Хочу обратить ваше внимание еще на такие моменты. То есть у нас есть клавиша «Еще» и рядом с ней находится клавиша с вопросительным знаком, то есть это справка. Вот по поводу этой справки хочу сказать отдельно, что в этом случае мы переходим во встроенную справку 1С и здесь достаточно подробно расписаны действия, которые мы должны сделать, например, в случае, если необходимо сторнировать запись в деньги доходов и расходов. Поэтому советую вам обратить на это внимание, потому что очень помогает. Я сейчас закрою вот этот режим и мы войдем в него заново, потому что тут я уже сформировала для примера некоторые изменения, а мы в них сейчас попадем напрямую без сформированных. Видите разница подготовка данных по доходам и расходам. Значит, в этом случае у меня ничего не изменяется, я задаю период и выбираю организацию, которая меня интересует, то есть своего ИП у меня несколько, но вот я выбираю предпринимателя. И после этого я перехожу к подготовке данных по доходам и расходам. Видите, у меня стоит такая пиктограммка как дорожный знак. Соответственно, если я нажимаю ссылку «Выполнить», то программа производит определенные действия и у меня пиктограммка изменяется. Вот то, что я вам показывала несколько минут назад, это было уже измененное. И соответственно, в этом случае мы можем выполнять торнирование каких-то показателей, которые посчитали например, неправильными. Сейчас я снова переключусь на наши слайды и покажу вам один слайдик. Это слайд того, что мы с вами только что посмотрели на самой программе. И еще один слайдик это проверка прочих доходов и расходов то, куда мы сейчас с вами вошли. То есть в помощники по формированию записей ИП. как вы видите здесь в общем-то достаточно привычное меню и при работе с ним программа автоматически формирует показатели и вы можете просмотреть, проверить и подкорректировать. Еще один слайдик это сейчас мы сначала до него дойдем в живом формате. То есть у этого помощника есть очень интересный подраздел отчетность в котором формируется книга доходов и расходов можно получить справку по расчету налогов и сразу перейти в составление декларации. То есть режим очень комфортный вы проверили нет ли у вас где-то здесь ошибок и потом формируете отчетность она в этом случае формируется как отчет то есть заполняется данными которые содержатся в программе вам не надо ничего делать ручками дополнительно. Сейчас мы снова переключаемся с вами на демо базу и хочу сказать еще пару слов вот эта ссылочка тоже поможет вам очень корректно составить книгу и избежать ошибок потому что вот твайдик я вам показывала соответственно мы можем перейти на любой из них и после того как программа вам сформирует какие-то данные в эту табличку вы можете либо изменить сумму либо подкорректировать ее по своему усмотрению естественно здесь указывается режим налогообложения то есть например 6% это у меня доходы указывается числе указывается сумма которую у меня предприятие заработало и численность то есть я могу сразу проверить не выпадая ли я из лимитов которые на этот год установлены и после этого расчет налога УСН у меня происходит просто комфортно то есть просто мы нажимаем на ссылочку и программа автоматически и рассчитывает и записывает сейчас можно посмотреть вот мы зашли значит соответственно это регламентная операция программа записывает рассчитанную сумму вы можете написать какие-то комментарии ну например предварительный расчет там не учтены какие-то доходы ну собственно ту информацию которая для вас важна и значима напомню что поле комментариев видите вы видите в определенных журналах или таблицах но на печати они не выводятся и соответственно служат чисто для технических так сказать целей и для акцентирования внимания вот раздел который у нас пошел это проверка и анализ книги учета доходов и расходов то есть соответственно видите под каждой ссылочкой есть подсказка что это такое то есть в этом случае записи пудир это просмотр корректирующих записей книги учета доходов и расходов здесь есть одна тонкость то есть когда вы формируете обычные бухгалтерские операции ну например какие-то вводите документы проводите то есть вы кроме того что видите данные в бухгалтерских отчетах например оборотно-сальдо ведомых там анализ счетов и так далее ну то есть классических вы должны помнить что кроме этого эти записи формируют и книгу доходов и расходов но достаточно популярна бухгалтерская операция сделанная вручную в книге не отразится потому что записи пудир отражаются только данные которые вводятся в документах но не в операции потому что в операциях не делаются записи налоговых регистров обойти эту проблему можно другим способом мы сейчас с вами отсюда уйдем перейдем снова в регламентированный учет в раздел и под раздел спецрежимы налогообложения у нас есть еще одна запись кудир ОСН и ПСН казалось бы то что я вам говорила немного раньше очень похожие записи на самом деле вот это это возможность создать вручную какую-то запись но обычные целые мы когда что-то не стыкуется вы составили пудир посмотрели что ой-ой-ой что-то не идет а времени на детальные анализы проверку почему у нас так пошло нет в этом случае это возможность сделать в книгу доходов и расходов вручную запись то есть например мы выбираем доходы расходы ну то есть я вижу что у меня да обороты по банку попали да там у меня попали попала выручка с онлайн карты а например какие-то ну возможно бартерные операции у меня сюда не попали значит в этом случае я могу вот через кнопочку добавить здесь указать реквизиты документа ну соответственно записать всю эту информацию и добавить какую-то сумму которую мне надо чтобы была внесена например в доходы абсолютно аналогичная ситуация с заполнением закладки расходы ну естественно потом к этому надо вернуться просмотреть откуда и почему пошла разница ну и исправить ее так как положено а почему я на этом делаю акцент потому что за предоставление недостоверных сведений записи книги учета доходов и расходов тоже предусмотрены штрафные санкции которые сейчас налоговый инспектор с большим удовольствием применяют и соответственно у вас должна быть полная уверенность что вы учили все доходы это самое основное и не пропустили какие-то расходы это уже в ваших интересах то есть если у вас 15% на упрощенке соответственно это уменьшение платежей и если я после этого нажимаю книга учета доходов и расходов то у меня программа должна сформировать мне эту книгу идет проверка актуальности вот по такому вопросительному знаку вы можете перейти в тематическую справку то есть это комментарии текущих действий что выполняет программа ну поскольку я вот абсолютно нахально у меня нету данных за этот квартал я естественно в этом случае пропустила закрытие месяца то программа мне очень вежливо напомнила что я была неправа то есть рекомендуется выполнить закрытие месяца можно перейти по ссылке прямо отсюда в режим закрытия месяца не лазить по меню если вы запамятовали где это находится и соответственно повторить свою попытку а теперь мы с вами вернемся к слайдам и здесь у нас начинаются некоторые не то что сложности но неприятные моменты потому что пойдет вопрос про штрафные санкции и так далее но перед этим я еще раз хочу остановиться на том что я вам уже показала на демо базе то есть то что мы можем из какого-то меню в программе перейти в справку и в справке достаточно подробно расписано наиболее часто встречающиеся действия то есть это от фирмы разработчика 1С справка и здесь идет конкретное руководство как сделать ну вот например исключить доходы из книги доходов или расходы ну то есть видите здесь пошаговая инструкция очень понятно и корректно то есть в этом случае вам не надо лазить по интернету искать как можно что-то откорректировать и так что у нас изменилось по упрощенке с 22 года небольшой режим нашего так сказать диалога то есть у нас применен новый бланк декларации по УСН который мы сдавали в апреле месяце по упрощенке за 2021 год у нас отменена декларация УСН доходы обратите внимание отменена но про это писали очень много что декларация убрана и все такое и жить стало очень хорошо но на самом деле законопроект до сих пор не принят хотя в Думе он прошел первое чтение и последующее но однако нормативного документа о том что декларация не сдается пока не было новые лимиты для перехода на УСН в 2022 году мы с вами посмотрели в начале нашей встречи то есть доходы за 9 месяцев 2021 года не должны превышать 116 и 1 десятую миллиона рублей соответственно ну лимит 2021 года это были изменения лимит 112 миллионов нужно умножать на коэффициент дефлятор который в этом году применяется то есть на этот год он у нас был 1.032 изменены сроки подачи заявления при переходе на УСН то есть соответственно в начале года прошлого для того чтобы применять на этот год упрощенку мы могли подавать заявление 10 января так как это был первый рабочий день 31 приходился на выходной ну и как бы стандартный срок предоставления это 31 декабря этого года вы должны подать заявление на упрощенку на следующий год если вы ее не применяли или хотите изменить налогооблагаемую базу перейти с доходов на доходы минус расходы расширим перечень расходов при этом ну расходы это самая приятная часть поскольку уменьшает налоговую базу в расходы добавили обеспечение мер по технике безопасности которые предусмотрены нормативными актами и расходы связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов то есть по борьбе с коронавирусной инфекцией и безопасностью труда ну и соответственно на сооружение изготовление доставку доведение до рабочего состояния инвентаря и оборудования для таких здравпунктов или медицинских комнат или других помещений с таким значением ну и соответственно на заработанную плату работников которые были в связи с объявлением нерабочих дней то есть это с 1 по 4 ноября в прошлом году ну и в этом году тоже у нас соответственно выпадали а вот теперь мы с вами проговорим про штрафы про остальные неприятные моменты которые официальные органы тоже приняли в этом году в прошлом году был принят новый закрытый перечень оснований когда налоговики могут считать вашу отчетность непредоставленной даже в случае того что вы соблюли все сроки нигде не опоздали отправили в налоговый орган он вам прислал ответ допустим что что принято в работу даже после этого нельзя расслабляться и спать спокойно поскольку теперь по этому перечню при проведении камеральной проверки налоговики если натыкаются на какой-то хотя бы один из перечисленных пунктов то камеральная проверка прекращается и вам направляется уведомление об отказе в приемке отчетности дальше четко оговорен срок в который вам должны налоговые органы об этом сообщить в течение пяти рабочих дней до дня выявления существующего основания сейчас форма еще не утверждена такого уведомления но как обычно с любыми административными действиями налоговики это делают достаточно быстро а вот срок когда после сдачи должна начаться налоговая камеральная проверка у нас не оговорен то есть она может начаться через три дня после принятия налоговой декларации в ФНС может начаться через неделю через две и так далее то есть получается что ваши сотрудники которые занимаются сдачей отчетности должны так сказать каждый день быть на чеку и смотреть не появилось ли каких-то новых новых уведомлений сообщений другой информации от налоговых органов потому что здесь очень четко говорено не только сроки когда налоговая должна вас уведомить о том что отчетность считается непредоставленной но и срок в течение которого вы должны на это отреагировать поговорим про статистику я уже несколько раз сказала что статистика в этом году применяет достаточно большие штрафы то есть кроме штрафов кроме проблем с не сданной отчетностью точнее с непредоставленной отчетностью может штрафовать статистика а если у вас первоначально вы пропустили сроки то штраф может быть до 70 тысяч рублей если это у вас повторный случай то штраф может быть до 150 тысяч рублей основные отчеты которые чаще всего попадают для работодателей это П4НЗ в этом случае это ежеквартальный отчет который сдается до 8 числа месяца следующего за отчетным кварталом то есть за 3 квартал этот отчет должен быть до 10 октября ну 10 это понедельник а 8 это у нас была суббота то есть соответственно 9 10 понедельник П4 обратите внимание П4 здесь П4 здесь НЗ П4 это если у вас численность 16 человек и больше в этом случае вы должны подавать ежемесячную отчетность и она должна быть подана до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом обратите на это внимание то есть кроме того что я сейчас вернусь на один слайд назад кроме того что у нас налоговая может быть может честь отчетность не предоставленной собственно говоря перечень оснований достаточно он не очень большой и публиковали все законодательные издания самые частые из встречающихся перечни оснований это если отчетность подписана неуполномоченным лицом если отчетность подписана либо умершим лицом либо дисквалифицированным и на момент подписания дисквалификации еще либо самый часто встречающийся пункт в этом перечне в отношении лица которая его подписала имеются сведения имеются данные о недостоверности сведения то есть переводе на русский язык если вы запросили выписку с EGRU перед задачей отчетности и видите что напротив вашего директора то есть сотрудника который имеет право представлять организацию без доверенности указано что это недостоверные данные то чаще всего такая ситуация возникает если например человек изменил фамилию в связи с заключением брака или изменил или поменял паспорт по возрасту то есть получается что данные которые указаны в EGRU не соответствуют тому что есть сейчас в действительности в этом случае ваше ИП попадет во все черные списки и потребуется достаточно много усилий чтобы исключить его из черных списков то есть кроме того что внести сведения в EGRU соответственно потребуется это внести сведения связаться с соответствующими органами проверить в банке ну в общем короче целый ряд мероприятий и естественно потеря времени снова возвращаемся к нашим статистическим штрафам то есть штрафы 70 тысяч тоже достаточно существенная сумма ФСС тоже усилил так сказать административный контроль и сейчас не пропускает возможности оштрафовать на следующем слайдике вы видите штрафы который может вам выставить ФСС то есть не предоставление в срок если вы представили но с нарушением срока то в этом случае вы заплатите штраф то есть 5% от суммы страховых вносов начисленных к уплате за последние три месяца то есть за последний квартал на самом деле 5% может быть не такая большая сумма но все-таки если у вас много сотрудников то вырасти она может ощутимо и самый обидный момент бывает когда у вас сотрудников немного и начисления например в размере 5% составляют несущественную сумму там 200-200 рублей но штраф у вас будет не менее 1 тысячи рублей и второе основание это несоблюдение страхователем порядка предоставления расчетов если вы сдаете в электронной форме в этом случае штраф будет 200 рублей но тем не менее он все равно будет и следующее о чем мне хотелось бы сказать это за отсутствие кудр то есть когда мы с вами смотрели раздел где мы его формируем в демо базе я говорила уже о том что существуют за это штрафы значит штрафы если вы сдали книгу где были ошибки и в результате этих ошибок был уплачен меньший налог то есть вы занизили налогооблагаемую базу в этом случае штраф будет от 40 тысяч рублей до 20% от суммы недоплаченого налога если в книге были ошибки но налогооблагаемая база не изменена вот в этом случае будет от 10 до 30 тысяч рублей и если книга не была предоставлена потребование налоговое в этом случае 200 рублей будет штраф для ИП и 10 тысяч рублей для юрлица то есть обратите внимание на то что штрафы за отсутствие кудир гораздо меньше чем штрафы за ошибки то есть соответственно сейчас кудир не надо нести в налоговую заверять налоговую как было раньше но оно должно если вы в бумажном формате то соответственно это должно быть распечатано сбрашуровано страницы пронумерованы заверены печатью организации если это у вас в электронном формате то надо заботиться тем чтобы сохранять это где-то в отдельном файлике после полной проверки то есть после использования всех сервисов которые есть в базе ERP на этом разрешите нашу встречу закончить я сейчас снова вернусь к титульному листу хочу еще раз поблагодарить вас за уделенное внимание за выделенное время на нашу встречу и повторить наши координаты то есть вы видите адрес электронной почты телефон по которому вы можете обратиться и адрес нашего сайта куда милости просим приглашаем посетить ну и соответственно напомнить что мы будем рады оказать вам любые услуги и сопровождение и разработку и внедрение любых программ из семейства ERP на этом компания Кодерлайн прощается с вами благодарим всего вам доброго господи 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 Продолжение следует...